Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет влоговое видео. Я проснулась рано утром, у нас сейчас где-то 7 утра. Заварила себе большущий бокал кофе и решила снять для вас домашний влог. Кстати, про кофе хочу сказать сразу, что когда я проходила маммограмму здесь в Америке, мне сказали, что кофе вызывает уплотнение в груди. Вот эти вот уплотнения, это не всегда опухоли, а именно из-за большого количества кофеина. Так что, так что так, на заметку. Моим наполеоновским планам на сегодня не суждено сбыться. Дело в том, что вчера я возобновила спортивные тренировки после перерыва в полтора года. И сегодня утром я поняла, что я еле-еле передвигаю свои конечности. Поэтому я решила сделать этот влог спокойным, домашним. И покажу вам сегодня все, что у меня здесь находится под рукой, без лишних телодвижений. Вот. А в планы у меня, кстати, входило показать вам, как правильно заправить красиво кровать по-американски. Потому что, то есть, оформление кровати по-американски, оно явно отличается от того, как заправляются кровати в Европе. И, конечно, как заправляются кровати у нас в России. У меня всегда завораживали кровати, вот эти массивные, огромные, американские, пышные кровати. Поэтому я хочу показать вам, как они заправляются. Потому что там есть кое-какие нюансы и правила, которым нужно придерживаться. Поэтому я изучила тщательно эту тему. И хотела показать вам постельное белье и покрывала все свои новинки. Но я реально не могу сегодня вот это вот все сейчас нести наверх. И благо мои лампы и камера были здесь на кухне. Так как вчера я снимала рецепт долмы. Вчера после тренировок, прям бодрая, полная сил, я решила приготовить нам долмадес. Долму, либо по-армянски это толма. Вот, и я была в поисках вчера листьев, виноградных листьев, которые уже идут в банки. Вот, объехав кучу магазинов, я их просто не могла нигде найти, пока не додумалась позвонить в русский магазин. А хозяин нашего русского магазина армянин. Ну, я так подумала, уж точно виноградные листья у них будут. И я оказалась права. И я последнее время подсела на сериал, пересматриваю последний из Магикян. Обожаю этот сериал. И вот там в каком-то серии готовилась толма. Я не могла, я просто заразилась, вдохновилась. И мне нужно было приготовить это вчера. Давайте покажу вам свой рецепт приготовления долмы, который я нашла в интернете. Итак, для долма мне понадобится лучок, зеленый перчик, помидоры. Помидоры я сейчас порезала крестообразно. Ошпарю кипятком, чтобы сошла быстро кожура. Зеленый перчик, чеснок, лук. И я это все вместе с кинзой перемолю в блендере. Рис полуотварной я его проварила, наверное, где-то минут 5. И у меня готовый фарш здесь и баранина, и говядина. Предпочитаю домашний фарш, в этот раз у меня покупной фарш. И сегодня объездила все магазины, но все-таки нашла в русском магазине вот такие вот листья винограда. Соль, перец и, мне кажется, все. Можно будет потом их заворачивать. И обязательно нужно добавить полторы чайной ложки сушеного базилика. Это, мне кажется, очень важно в этом блюде. Итак, можно начать сворачивать мою долму. Честно сказать, я не специалист в этом деле, поэтому я не могу вам показывать какие-либо мастер-классы. Я просто показываю, как это буду делать я. Так, и теперь мне нужно свернуть все в один конвертик. Вот так. Так, одно готово. Наверное, можно укладывать в посуду. Чтобы моя толма не пригорала, я выложу на дно посуды пару листиков виноградных. Завернутым свободным краем вниз. Посолила немного. Заливаю водой. Чтобы они держались все. Так. И поставлю груз. Все. Пусть готовятся. Минут, наверное, 40. К долме я подготовила соус. Исходя из рецепта, где я нашла долму, подается соус из измельченного чеснока, который я измельчила в своей любимой чеснокорезке, чеснокотерке, похожей на карету Золушки. Также я добавила туда йогурт. У меня простой греческий йогурт. Туда идет соль, перец. И по рецепту идет мята и все. Когда я попробовала этот соус позже, то я добавила туда еще измельченной зелени кориандра. Потом укропа, добавила лимонный сок и немножко оливкового масла. Получилось намного вкуснее, но в рецепте я этого не показала. Поэтому чем больше зелени вы положите в йогурт, вместо йогурта можно использовать сметану. Самое главное добавить очень много разной зелени. Туда идет и петрушка, и кинза, и укроп, и базилик свежий, и мята. Получилось очень вкусно и ароматно. Пока я каталась по магазинам и искала свои виноградные листья, я заехала в косметический магазин. И заехала я туда за лаками OPI. Для маникюра я решила добавить несколько весенних оттеночков в свою скромную лаковую коллекцию. Но не обошлось только лаками. Косметический магазин ALTA BEAUTY. У нас вот такое вот название его на пакетике. Люблю магазин ALTA BEAUTY. Даже покруче Saffory. Saffory будет. Ну, Saffory я тоже люблю, но ALTA BEAUTY я люблю больше. Также в ALTA BEAUTY есть парикмахерская, как вы уже заметили. Моя знакомая работает там мастером, и она мне сделала стрижку, и мы добавили несколько осветленных прядей, чтобы создать объем на голове. Сейчас я приехала в магазин, чтобы купить себе кое-какие лаки. Не знаю, есть ли у моей подруги будет сегодня время мною заняться. Надеюсь, будет. Но я все равно по-любому сейчас куплю себе оттеночную гель для бровей от Lancome. И потом мы поедем домой, потому что сейчас я была в русском магазине. Купила виноградные листья, чтобы приготовить армянскую толму. В общем, влог только начался. Продолжайте смотреть. Увидимся через скоро. Спасибо. это тарт косметиком какие они толстые посмотрите у основания если они вот такие толстенькие то они выглядят очень некрасиво на глазах все таки я люблю когда основание вот такое вот тонюсенькое я люблю тоненькие я их вообще не использую но если использовать то они должны быть тоненькие у основания я купила себе гель для бровей Ланко и Анастасию очень хорошие расчёски у меня все дома расчёски именно от Оливия Гардена вот такие вот танго тизеры это мои самые тоже любимые они настолько деликатные для волос нежные у меня наверное дома их наверное штуки 4 точно также для того чтобы выпрямлять волосы у них на этой стороне здесь вот такая пуля она вынимается чтобы чтобы делать пряди допустим сюда вставлять можно прядь сделать либо почистить расчёску очень удобно супер расчёски спасибо 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 а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И у меня аж целых два пакета вкусняшек, косметических вкусняшек И в итоге я ушла со стрижкой, с окрашенным волосом и с кучей продуктов, которые мне посоветовали для слабых, обесцвеченных волос Чтобы мои волосы, чтобы я совсем уже не растеряла все, что у меня еще есть на голове Поэтому мне посоветовали очень хороший уход за волосами, с которым я обязательно с вами поделюсь Люблю просыпаться утром и утром разглядывать все свои покупки Потому что вчера, когда я приехала домой, я начала готовить сразу И как-то вечер у меня очень быстро закончился Сейчас я все достану и покажу вам, что же мне здесь порекомендовали для моих слабеньких, окрашенных, милированных волос Да, кстати, у меня волосы очень слабые, поэтому она знает мой типаж волос Поэтому она была очень аккуратна со мной при выборе всех средств Ой, девчонки, я так рада вообще Так, ну вот они мои покупки Все были сделаны в Валта Бьюти Обожаю Валта Бьюти И пакетики их Итак, прежде чем я перейду к своим покупкам, давайте покажу вам вот то, что мне пришло Амазона Это уже вторая партия, первая партия этих наволочек в размере королевский размер Это большие длинные подушки Такие прямоугольные наволочки Это шелковый сатин Я уже говорила, что я сплю как-то в одном из видео, я упоминала, что мы дома спим У нас дома, я уже давно, наверное, лет 5-6 взяла за правило, что мы спим только на вот таких вот сатиновых наволочках Дело в том, что когда вы просыпаетесь утром, у вас нет никаких отпечатков наволочки То есть никаких морщинок, никаких... ничего-ничего у вас нет на лице, когда вы просыпаетесь Это очень важно И одна из моих клиенток здесь, в Северной Каролине, рассказала мне такую вещь, что когда девочки выходят замуж Я не знаю, если сейчас до сих пор это практикуется, но раньше, когда она была молодая Когда девочки выходят замуж, мамы в приданное клали девчонкам именно в богатых семьях шелковые наволочки А в более бедных семьях сатиновые наволочки Потому что сатин, он был дешевле, чем шелк И именно для того, чтобы дочеря оставались как можно дольше молодыми Вы знаете, они... вот эти наволочки, они как бы полируют вашу кожу И если из года в год спать на хлопчатобумажных наволочках Мне кажется, кожа дреблеет быстрее, чем если спать на... вот постоянно на таких вот сатиновых наволочках Здесь написано, что наволочки идут... они хорошо для волос Они как бы стимулируют хороший рост волос Но я не думаю, что это касается волос Но minimizing wrinkles, то есть это уменьшает появление морщин В плане того, что если спать из года в год на хлопчатобумажных наволочках То кожа дреблеет И кто знает, кто спит на хлопчатобумажных наволочках Вы знаете, просыпаешься иногда утром Если кто особенно любит спать лицом в подушку Или же, допустим, боком спать на подушке лицом То вы все равно просыпаетесь с отпечатками вот этих всех морщин От хлопчатобумажной ткани на лице С такими шелковыми сатиновыми наволочками Вы будете просыпаться каждый день с хорошим лицом То есть у вас никогда не будет никаких морщинок на лице В плане того, вот именно после сна Поэтому мы уже давно... Даже мой муж подсел на них Он даже не любит уже спать на хлопчатобумажных Он всегда просит, говорит Почему ты мне такие гладкие наволочки не стелешь? И вот он в этот раз сам заказал мне еще одну партию Я уже заказала такие вот такого вот какого-то цвета голубенькие наволочки В этот раз он сам заказал вот такие вот Такие шелковистые наволочки в сером оттеночке Очень красивые Это просто бесподобные вещи Я вообще всем советую, девчонки, для красоты Начинать спать на именно сатиновых шелковых наволочках С раннего возраста Я все-таки должна признаться, что все равно результат виден Вот именно утром, когда вы просыпаетесь Никаких вмятин, заломов, кожи После наволочек на вашем лице вас не будет Поэтому я всех-всех-всех призываю для красоты Девчонки спите на вот таких вот шелковистых наволочках И кожа она дреблеет быстрее, чем В общем, это просто такой совет красоты от женщины Это мой вот вам такой совет красоты Который я получила от своей клиентки По тактильному ощущению Это просто две несравнимые вещи Хлопчатобумажная наволочка или шелковый сатин Это просто небо и земля Особенно после того, как к нему прям круто-круто привыкнешь Кстати, посмотрите, у меня вот здесь стоит ландыши Я купила эти ландыши Это искусственные цветы Они стоят и радуют меня уже, наверное, вторую или третью неделю И все-таки раньше я была менее благосклонна к искусственным цветам Но сейчас, когда вот эта красота просто стоит изо дня в день, из недели в неделю И реально вот проходишь на кухне мимо И смотришь на эти ландыши издалека Они выглядят как прям живые-живые красивые ландыши И прям напоминают мне наш лес Наш дом Именно вот в мае у нас в Волгоградской области На границе с Ростовской областью в лесу Вот прям белым ковром в лесу цветут ландыши Именно вот сейчас в мае Вот там, наверное, сейчас вот эта красота Вживую цветет Искусственные цветы Перечитав очень много информации о том, что сейчас искусственные цветы И дизайнеры используют в интерьере И ничего страшного нет в том, чтобы иметь искусственные цветы Все-таки живые цветы, порадовав вас дней пять Они отцветают А эти цветочки уже стоят как какую неделю И просто бесподобные Все-таки это еще, конечно, зависит от качества самих искусственных цветов Как они сделаны Насколько качественно и реалистично Но вот эти ландыши, они просто превосходные Они меня нисколечки не смущают То, что они искусственные Потому что внешний вид у них Конечно, выглядят как настоящие живые ландыши И, кстати, в магазине, когда я их увидела Среди живых цветов искусственный букет Я думала, что это живые ландыши Потому что у нас в магазине, где продают живые цветы Обычно только живые цветы там стоят Но вот такие вот красивые искусственные цветочки Тоже продавались Я их сразу все хапкой купила Такую красоту Купила, стоят, радуют меня Прям бесподобные вещи Так, про волосы я вам сейчас расскажу Про уход через секунду Давайте покажу вам вот свои палетки Это Too Faced Это персиковая палетка Я ее в прошлом году Ее было не достать днем с огнем Ниоткуда Просто невозможно было ее купить Весь в каждый завоз, привоз Ее в магазин Ее разбирали просто на ура Как горячие пирожки Вот именно вот эту вот персиковую палетку Ее было Ее сначала создали как лимитированную палетку Но потом, наверное, поняли, что она пользуется Огромным спросом и популярностью И их переиздали сейчас в большом количестве Их можно сейчас свободно купить в магазине И вчера, походя по магазину Я когда ее увидела Я просто ее схватила сразу же И не задумываясь Очень красивая Сейчас я ее открою, покажу Далее я купила от Smashbox Это, значит, мне посоветовала визажистка Я уже как-то упоминала Она мне на день рождения очень много стрессов подарила Это увлажняющая тональная основа Которая не содержит SPF И она реально хорошо работает Именно для фотографов Либо видеографов То есть она на лице Она выглядит матовой Это матовая тональная основа В ней нет масел Она увлажняет кожу И в то же время остается матовой на лице За счет того, что в ней нет ни масел Ни SPF Она выглядит просто шикарно Это что такое? Праймер Написано, что эта тональная основа Лучше выглядит с праймером Ну вот, будем пробовать ее с праймером Я не знаю, сколько она стоит Но, в общем, да У меня в оттеночке номер один Хотя она немножечко выглядит Как персик на мне Она слегка Слегка розовит на мне Прям вот как персик выглядит Мне надо было вообще светлую-светлую взять Но вроде как так Еле заметным глазом можно заметить разницу Но все равно Она слегка меня делает розоватой Но, может быть, я ее буду смешивать с чем-то другим Либо наносить пудру поверх нее В общем, посмотрим Попробуем Возвращать мне Что-то лень ехать сейчас в магазин Все возвращать Если она не подойдет мне Я ее передарю Но хотя для видео она должна подойти Потому что я всегда очень бледно выгляжу на видео Поэтому, может быть, вот именно этой розовиночки В ней мне не хватает Как раз таки посмотрим Но то, что она матовая И ее используют для фотографий И для видео Чтобы лицо не выглядело блином В подарок мне дали Тоже вот здесь праймер от Smashbox И вот такую помадку с румянами То есть это стик Помада-румяна Тоже в таком персиковом красивом оттеночке Сейчас я ее распакую Итак, это праймер Попробую тональную основу Именно вот с этим праймером И вот эта вот сама помадка Которая предназначена как румяна И также она идет как помада Вот так вот выглядит сводч Немножко ярковато для меня Но, возможно, даже нормальная Не знаю, может на вечерний макияж Либо же ее просто можно вбивать в губы Далее палетка от Too Faced Sweet Peach Сладкий персик Просто бесподобные оттеночки Это сладкий персик Это сочный-сочный персик Очень красивые универсальные оттенки Я так смотрю Шиммерные есть И матовые есть И сатиновые есть Просто самый настоящий персик Очень красиво Шиммерный вот этот вот Называется Candid Peach Это сахарный персик Вот этот вот розовенький Ой, как они красиво выглядят Прям все в одной палетке Все есть Поэтому она так популярна Девчонки, пахнет как свежий Как спелый-спелый персик Какой аромат Как все-таки приятно иметь Красивую косметику Еще с таким чудесным ароматом Свежего персика Сладкого, сочного персика Причем не химозный персик А вот именно шикарный персик Прям Ой, как я хочу персик Что-то аж персик захотела Теперь я понимаю, почему эта палеточка Так пользуется с таким огромным спросом К палетке прилагается еще также Вот такая вот брошюрочка То есть здесь как наносить макияж При помощи этой палетки Я всегда оставляю эти брошюрки Всегда надеюсь попробовать макияж Но в итоге я просто заморачиваюсь с этим Кстати, нужно все-таки хоть раз Попробовать воспользоваться брошюрками Потому что я все время их игнорирую И как всегда сделала Уголок затемнило И все Такой популярности я еще ни у одной палетки не видела За которой нужно гоняться целый год Очень рада, что она у меня есть Купила вчера себе очередную тушь для бровей И также посмотрите вот на эту саму кисточку Она бесподобная Бесподобная просто кисточка Очень удобно ей окрашивать бровки Выглядит все натурально Прям замечательно Мне очень нравится результат Она водостойкая Стойкая Как раз вот на лето Вот это вот от Lancome У меня это для блондинок оттенок И хоть он и выглядит совсем светленько Но на самом деле на бровках он так светло не выглядит Он выглядит потемнее Это что-то между серого с капелькой коричневого Грязноватый серо-коричневый оттенок Он подходит мне больше всего Он совершенно не рыжит И выглядит на бровях прям очень натурально И просто шикарно Анастейжия косметика этим грешит Потому что очень многие средства для бровей для блондинок Они именно идут с рыжиной Поэкспериментировав с разными видами гелей для бровей У Анастасии Самая лучшая бесцветная гель для бровей И вот это у меня уже по-моему третья их упаковочка идет И я ее изменять не буду Но чего не скажешь Про вот именно туши для бровей Потому что у них вот слишком много рыжины В туши для бровей Вот Анастасии чересчур много рыжины Чего нет совершенно вот именно в ланкомовской туши Прям тот самый идеальный для блондинок Серо-коричневый легкий оттенок для блондинок Прям вот идеальный Ну и что, последнее, что я вам покажу Это уход за милированными Либо окрашенными в блонд волосами В первую очередь Мой парикмахер, мастер Она знает, что у меня слабый волос Что после милирования ему нужен определенный уход И она мне посоветовала от Redken Вот такую, это как бы и не маска, и не кондиционер Но скорее всего это кондиционер Он наносится за 10 минут до мытья головы на влажные волосы Он разработан специально для обесцвеченных волос И чтобы обесцвеченные волосы не выглядели как пакля Что очень может быть с обесцвеченными волосами Это средство, его задача увеличить силу волос и эластичность Он обещает сделать волосы ультрагладкими и блестящими В общем я не знаю, настолько серьезные заявления по поводу вот именно этого средства Причем все отзывы говорят только-только 5 звездочек на это средство Значит он действительно должен отлично работать на милированных, обесцвеченных волосах Поэтому она мне посоветовала, зная все свойства моих волос Насколько они не сильные и насколько им нужен сильный уход Вот первым делом она сказала раз в неделю будешь пользоваться вот этим средством Чтобы увлажнять, придавать эластичность волосам Чтобы волосы выглядели живыми и не выглядели именно окрашенные волосы Чтобы они не выглядели как пакли на голове Следующее, что она мне посоветовала, это шампунь Blonde Idol Значит он тоже разработан для блондированных волос Для светлых волос, даже если это натуральные светлые волосы Он помогает сохранить светлый оттенок Он даже каким-то образом слегка высветляет волосы Тем самым поддерживает светлый оттенок Либо будь то натуральные светлые волосы, либо окрашенные светлые волосы И в нем за счет вот этого PH баланса он очень щадящий этот шампунь Он без сульфатов, щадящий для обесцвеченных Он не такой агрессивный для мытья головы То есть для слабых волос, для обесцвеченных волос он как бы идеальный И причем при всем он еще также и увлажняет окрашенные волосы А вот именно увлажнение, интенсивное увлажнение окрашенным волосам Оно как никогда нужно, чтобы волосы не выглядели, повторюсь, как соломы на голове Далее, чтобы волосы мои выглядели больше платиновый блонд То есть все вот эти вот, все мое милирование Потому что я не хочу, чтобы оно выглядело елым Е... елым Елым Чтобы оно не выглядело желтым Вот разработали вот такой блонд айдл тоже Это тонер Оттеночный кондиционер для блондиностых волос У них там две, два вида вот этого средства Один для более теплой блондинки А другой для более платиновой блондинки Вот у меня именно идет для того, чтобы придать холодный платиновый Вот это милирование, вот этот оттеночек, холодного платинового оттеночка Мой мастер, она мне сразу объяснила Значит, что здесь идет Идет вот такой вот дозатор С... вот видите, стрелочка И здесь от одного до шести Это интенсивность цвета В шесть вы получите реально фиолетовый цвет волос Видите, он прям такой темный А от одного до трех более-менее То есть вот именно мне нужно пользоваться вот от одного до трех Потому что она сказала, если ты поставишь дозатор на шестерку Ты просто будешь с фиолетовой головой Она говорит, я даже не шучу При нажатии на эту кнопочку Выдавливается достаточное количество фиолетового оттенка И самого кондиционера Уже на очищенные волосы Это средство наносится от трех до пяти минут Но я продержу буквально минутку Мне главное поддерживать пепельный оттенок Чтобы он не стал желтоватым Итак, здесь у меня находится Мое любимое масло для кутикулы рук Это Nail Magic Оно тут идет с пипеточкой И еще мой любимый крем от Irene Это роза для рук и тела Тоже очень хороший, мне он нравится Питательный и не чувствуется слишком жирным на руке Пахнет розочками теми, что растут у нас за домом Так, лаки, лаки Я пополнила свою коллекцию Так, это не то Вот этот я купила Еще какой? Вот этот я купила И вот этот я купила Кстати, их можно сравнить по оттеночкам Серенький оттенок Вот этот вот тоже такой серо-голубой оттенок Он потемнее будет И вот этот вот Вот этот оттеночек Очень красивый Нежно выглядит У этого называется Topless Beach Topless Beach О боже Ну и название, конечно, оно так слышится По-другому В английском языке многие вещи могут звучать уникально просто Topless Beach Ну вот название этого оттенка Так, у этого красивого серо-голубого Reach for the sky Reach for the sky Достань до облаков Кстати, они очень похожи Вот с этим оттеночком 260 От Miracle Gel Sally Hansen Но Sally Hansen уже начинает Загустевать И мы уже годик Я его купила год назад Поэтому вот этот OPI Он очень похож на вот этот вот Sally Hansen оттенок Я в принципе Вчера шла Именно за этим лаком Потому что этот лак у меня уже Он довольно-таки густой стал Поэтому я хотела себе еще какой-то такой красивый оттенок Я не могла найти больше вот этого Sally Hansen 260 номер Поэтому я купила себе OPI Вот этот номер Серо-голубой оттенок И последний так Этот я вам уже показала Made Your Look Это вот этот вот Светленький Ну вот Остальное все это Такие уже более нюдовые Оттеночки Тоже красивый Тоже любимый Здесь я собрала Все свои любимые Такие весенне-летние оттенки Это оттенок Eternal Optimist От Essie Мой самый-самый любимый Розовый оттенок Накоточки Выглядят с ним карамельными Настолько нежными Кукольно-розовыми Они выглядят как Дымчато-розовые Карамельные Накоточки Я очень люблю Вот этот Как он называется Eternal Optimist Как античная роза Кукольно Нежно Очень-очень идеально Смотрится вот это Прямо мой любимый Оттенок у Essie Eternal Optimist Как он выглядит на ногтях Как нежно Как красиво Как бесподобно Это вот прям Мой-мой любовь Любовь-любовь Еще заказала себе С Амазона Лаки Под кошачий глаз Это гель-лаки Они идут Для UV Ламп С UV Лампами Их надо Сушить Что я должна Сказать Они очень красивые К ним еще прилагается Магнитик То есть Не то чтобы кошачий глаз У меня прям получился Как я видела на ютюбе В видео Это стойкость Дает отменную Прямо две недели Точно продержится Наверное если путешествовать Можно их наносить Но для любительниц Вменять часто Гель Оттеночки На ногтях Гели Это не мое Они очень долго Снимаются Кстати я их Использовала С OPI Гелью Тоже Топовым покрытием Они просто держатся Неубиваемые Они до 10 дней У меня продержались Я уже потом не вытерпела Почти целый час Их удаляла Сначала их нужно было Мне подпилить Сверху Просто чтобы OPI Топовое покрытие Немножечко как бы Стереть И потом они снимаются Легче Но Да у меня как-то С первой рукой Я там чуть ли не полчаса Промучилась Пока она сошла Очень стойкие Но оттенок Девчонки Ночью мы пошли В ресторан Они переливались Как какие-то дорогие Бриллианты У меня на ноготочках Очень красиво И комплименты Мне шли отовсюду И девчонки На работе Себе также заказали Я им Ссылочку отдала На Амазоне Где я их купила Но Что я должна сказать В них присутствует Огромное количество Шиммера И вот этот шиммер Ночью В ночном освещении Боже Как он переливается Я сама Себя завидовала Я так смотрела Их разглядывала Не могла наглядеться Потому что Такой красивый Блеск Прям Благородный Выглядели Как дорогие Бриллианты У меня на ноготочках Очень красиво Кстати Вчера сидела Занималась Здесь Маникюром И у нас На улице На веранде Сенсорный Как это Фонарь То есть Если какое-то движение Во дворе То он Включается Я смотрю Включился Фонарь Я выхожу На веранду И посмотрите Кого я нашла Кого я увидела Малышек Он искал свою маму Кстати Они перекликались Со своей мамой Вот этот Маленький Маленький Посом Это Я еще никогда Не видела Малышей Посомов Кстати На фейсбуке Мой муж Поместил Это видео И люди Тоже Все Прям Ми-ми-ми Такой Маленький Он Я начала С ним Разговаривать Он ко мне Преподошел Он прям На звук Пришел Маленький Он маму Искал Зверек Лазит Я не пойму Что за зверек Кто ты такой Ты кто такой Маленький Эй А ты кто такой Мм А ты кто такой Маленький Какое-то Животное Ты че это Дитё Ты откуда Пришел Иди сюда Маленький Иди сюда Ты чей такой А ты чей такой Ты чей такой Маленький А Малыш Такой Ты че плачешь А ты че плачешь Кто тебя обидел Ты маму потерял А Ты маму потерял А где твоя мама Ты чей такой Будешь Маленький Мм Такой смешной Такой Какой-то Непонятно Ты животное Маленький Маленький Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У нас сейчас на улице такая красивая погода стоит. Я обязательно вам покажу, что у нас там во дворе творится. Покажу вам своего нового питомца. Я посадила себе пальму, пальмовое дерево. Надеюсь оно вырастет и будет красивым. Недавно мы были с супругом в ресторане и у них при входе в ресторан росли эти шикарные красивые пальмы. Я кстати сфотографировала как эта пальма выглядела и с этой же фотографией направилась в магазин, где продают растения. И нашла себе точно такую же пальмочку, только маленькую, такого бэбика пальму. Бэбик это бэби, маленький ребеночек, ребенок пальма. Итак, первым делом пройдемте и я покажу. Вот так она выглядит, эта пальма. Должно разрастись вот так вот красиво. Я видела как они выглядят, когда они уже высокие. Мне очень понравилось, поэтому я ее нашла и купила. И вот такая вот красота пальмочка, она должна вырасти довольно-таки высокой. Когда разрастется, я тогда ее пересажу в побольше. Горшок. Такая вот пальма. А, пальма? Да, банановая пальма, правильно. Нет? Пальма? Банановая? Нет. Банановое дерево. Буквально пару дней назад высадила. А здесь я посадила свой базилик. Так, земля влажная, их можно не поливать. Хорошо принялись. Так, вот так выглядит мой базилик. Здесь у меня моя гибискус роза. Растет себе и ничего с ней не случилось в этом году, потому что снега и заморозков не было. Я ее единственное чуть-чуть подстригла, чтобы она не столько высросла, а больше вширь. И вот у нас такое утро. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в скором следующем видео. До новых встреч. Пока!